Доброй ночи, мои дорогие любители сада! Доброе утро тем, кто только проснулся! И сейчас я начинаю свое второе занятие, второй урок обучения ландшафтному дизайну своими руками. Со мной я поняла все, у кого нет возможности заказать проекты. Я объясняю, я рассказываю вам принципы построения клумба. И я надеюсь, что я хотя бы половине из вас могу подсказать, помочь по расстановке растений. В прошлом занятии этого еще не было. Что же здесь? Посмотрите, как заиграли цвета. Первый пункт сегодняшнего, я то что написала, это учитывать цветовую гамму растений. Цвета должны заиграть. Второй пункт построение треугольника. Сегодня, видела вчера, позавчера в ваших письмах, у вас идет клумба вся равномерно в ровной одной высоте. Вот тут огромная ошибка. В вашей клумбе обязательно должны растения играть выше, ниже, собирать треугольник. Но вот тут вам по кружкам непонятно, поэтому я подготовила для вас вот такой рисунок. Это наша и эта же клумба. Мы закончили прошлое занятие на можжевельниках, на вот этих, и на елочке. Теперь я сюда добавила глауку-глобозу. Я посчитала, что посадить 0,5, это для тех, у кого клумба, смотрите, 4 на 5, вообще идеальный вариант. Глауку-глобозу сажаем, отступаем 0,5. Следующим. Отступаем 1,5 метра, сажаем здесь специально туя, золотая, голд, любые разновидности. Она медленно растущая, это во-первых. Во-вторых, у нее хвоя становится, видите, я нарисовала красноватым, становится зимой красноватого оттенка. Обязательно сюда я вставила штамп, обязательно. Штампы вы можете делать сами, своими руками. Кто еще только присоединился, все это будем делать. Штампы, я еще не показывала, как делать. Будем делать с вами весной. Штампы из туи, из хвойных, из чего угодно, своими руками. Легко. И вот теперь по построению треугольника. Я вам немножко рассказала. Смотрите, что у нас образует, значит, туя. Ой, что-то я тут с цветом мудрю-пудрю. Подождите, пять сек. Потерялась. Вот. Вот он, построение треугольника. Вот в таком рисунке вы теперь это поймете, да? Высота, верхняя точка, две вниз. Опять. Верхняя точка, две вниз. В любую сторону верхняя точка, две вниз. Даже глаукоглобоза, она будет выше этих двух можжевельников. И она будет образовывать, и она будет образовывать треугольник. То же самое касается нашей ели. Вверх, потом вниз. Что же это такое? Это неваки своими руками, которые Ирина сделает. Как помните, разбираем проект Ирины. Многие со мной ходили весной копать. Многие уже согнули прошлой весной. Летом продолжали формировать. Не тратим деньги, мои дорогие. Делаем сами своими руками. И ландшафты, и красивые дорогие формы. И здесь не хватало. Смотрите, видите, как играют цвета. Я люблю пары, я люблю тройки, сочетание цветов. Играя здесь зеленый в голубой, это можжевельник любой блю. Любой, стелющийся. Чтобы он закрыл нам этот край, это основание. Теперь смотрим в размерах. Что я куда по клеткам, вам хорошо видно, что я куда отступила. Клумба, чтобы они между собой, никто не пересекался. Клумба рассчитана на то, что она будет с камнем. Или кора, это не важно. Здесь стоит такой пункт. Клумба с обсыпкой. Земля или просто, или камни, что угодно. Здесь камни я взяла, или кора, не важно. Крайнюю клумбу мы сейчас будем разбирать, продолжать. Там я делала расчет весь на то, что клумба будет без камней. Просто останется земля, которую только первое время вам придется немножко полоть. Потом сорняка не будет. У меня так везде. Сорняка нет. Вы спрашиваете, где вы, где сорняк? Его нет. Потому что в тени сорняк очень плохо растет. Вот я уже нарисовала эту клумбу. А, как я вам подготовила. Теперь вы можете видеть не кружочки, а теперь вы можете видеть рисунок. Ёлочка наша, да? Вот видите? Давайте так. Ёлочка, можжевельник, две туи. Наша спирея японская. Пузыри плодник Диабло. Был вопрос. Обязательно Диабло? Он растет большой, он легко сформируется. Есть сорта пузыри плодников, которые мелкие. Обязательно проверяйте, обязательно гуглите при покупке. И что же здесь? А здесь опять Неваки. Неваки. Здесь, да, на этом рисунке. Неваки здесь. Должно играть, должно быть не одно пара. Я люблю пары. Вот. Внизу обязательно здесь я нарисовала стелящийся можжевельник голубой. Для игры цвета. Раз, два, три голубое. Объясняю. И, конечно, гортензия. Можжевельник будет служить мульчой для гортензии в этой клумбе земли. И, во-вторых, когда мы стрижем гортензию, можжевельник будет скрывать этот лысый намфон. Здесь тоже я посадила. Вот она красотка. Это у нас ель белобока. Медленно растущая. Поэтому вид с беседки. Смотрите, он какой будет. Медленно растущая белобока. У которой потрясающий, красивый, бело-желтоватый молодой прирост. И, опять же, штампа, которую делаем своими руками. И вот кто спрашивал меня, Вива, ты выкинешь лилейники, которые были в предыдущей публикации, да? У Ирины были здесь пионы и лилейники. Нет, я ничего не выкину. Я их тоже очень люблю. Мы их сейчас здесь рассадим, но в перемешку с хвойными. Для того, чтобы, когда лилейники и пионы уходят в зиму, у нас оставалась клумба всегда красивая. Кстати, вы забывайте ставить лайки. Такое количество просмотров. Ох, люблю я вас. Спасибо, мои дорогие, за поддержку. Ну что, посмотрим. Вот он у нас план Ирины, да? Вот она, лилейники. Вот они, пионы, которые были, которые мы не выкинули. Вот она ее станет, клумба с хвойными. По-моему, будет очень достойно. Дальняя сторона, там, где у нее огород. Вот он, огород. Вот такой у нее будет вид с беседки. Неваки, которые она будет делать своими руками. Белобока. Красный я добавила гортензия. Очень красиво. Люблю, но, опять же, гортензия здесь у них, получается, в основании хвойные. Два штамба, которые, я сказала, делаем своими руками. Желтый это кипарисовики. Я знаю, но покупала, поэтому я их сразу нарисовала. И вот то, что я не нарисовала, не разукрасила, это будут пионы и лилейники. Этот весь кусок, да, вот этот весь кусок, это все превратим в газон. Вот она идет арка, вот она арка. И арка останется аркой, наверное, там розы плетущие по саде, да. И от арки начинаются наши лилейники пионы, и туда переходит все в клумбу. Ширину выбирайте, да, какой. Вот я знаю, что я не могу шире идти, потому что здесь слишком мало места, что там 10 метров ширина, куда там идти, там, смотрите, вот эта зона всего 5,5 метров. То есть я идти больше, чем на 3 метра не могу. Поэтому учитывайте обязательно, сколько вы можете отдать, много бы я не заходила. То есть вот одного ряда и по чуть-чуть расти недостаточно. Ну а сейчас я буду работать с вот этой зоной, с розарием. Роз немножко, туя сидит. Сейчас я сюда нарисую. Ну что, по этой клумбе поехали. Розарию я не трогаю, ее небольшой. Можевельник сюда бы я добавила, можно не добавлять дальше. Дерен пестролистых. В сторис, в день публикации своих уроков, я буду показывать, какие растения я использую. Дерен пестролистный, красиво зимой и летом. Туя, парочку гортензий. Уже понимаете, да, что у нас забор не останется лысый. Вот такой. На данный момент, вот если посмотреть на все растения, там осталась только одна туя. Дальше. Позыреплодник дьявола, гортензия, пару барбарисов и туя. Можевельники. По-моему, получился шикарный рисунок. Ирина будет довольна. До встречи с вами в воскресенье. Будем разбирать растения, которые я выкинула. Буду прям листать на планшете и показывать минусы и плюсы. Я вас целую и люблю. Ваша Ева.